Мы положим мосты, но ждем с нетерпением. Особенно эти мосты днепровские, когда они положатся, честно говоря. Мы сделать физически это не сможем, но понуждать будем. Бескилотники в каждый дом. Сосцы не кормившие и утроба не рождавшие. Это истинное наказание. Трех Люцифера, это сильно. Лучше бы ты была мальчиком. Тоже есть экспертные данные, кто и как наживается вот на этой СВО. Все толкают нас к этому перемирию, то есть признанию стратегической неудачи специальной военно-операции. Тоже, от нас хороший контент, от вас лайк. И, конечно, не забудьте подписаться на YouTube-канал Курбанова Лайф. Чим больше нас, тем гучнее лунатиме голос правды. На него скинул целый «Безумный Степан» называется. Сколько хохляцких камикадзе за ним бегал, ни один поймать не смогу. Так, осталось по мелочам запаску сделать. Осколок в ней. Тент подклеить в этом углу и в том углу тоже. Так что КамАЗ мой готов к боевым задачам. Больше года я на нем. И скажу, что он не подвел меня вообще. Везучий КамАЗ. И я вместе с ним везучий. Поверьте мне, друзья, на слово, коли-небудь, російську пропаганду назвуть різновидом психологічних хвороб. Бо здорові люди просто не могли б такого вигадувати, такого писати, такого говорити і таке публікувати. Перекрутити істину, ось, власне, їхній хліб. Ані слова правди, ані слова того, що насправді відбувається як в Україні, так і в самій Російській Федерації. Ми ж дивимось на них винятково із наукової точки зору. Ну, якщо є ті, хто вивчають КамАЗ, то чому би не бути. І тим, хто вивчає російську пропаганду. Як і завжди, ми пропонуємо вам зануритись в те, що вони найактивніше обговорюють на своїх пропагандистських ток-шоу. Сложніше, насправді, насправді, в качах використовують подвольні поміщення в домах. Тут ми не можемо от себе, ну, у нас скільки, по-моєму, 4 с лишним тисячі місцевих домів, да, в кожній прийти і отремонтирувати це, ввести там порядок. У нас просто сил таких нет. Але ми понуждаємо управляючій компанії цим займатися. Ми зробити физически це не зможемо, але понуждати будемо. А люди должны со своєї сторони організовуватися, ну, прежде всего, через управляючую компанію делать. Можуть, в яких-то случаях і самостоятельно. Щас війна, вона мене розрыває, мої душі, моє серце, крові обливається, то, що відбувається. Братоубийственна війна. Все це, ми йдемо брат на брата. А ноги розтут від Америки, від цих подонків. Я дам був шість разів, я знаю, чим я кажу. Англосакси ненавиделись і для Росію. Вони завжди стремились завладеть цей территорією. В своеє время Олбрайт, такая була, госсекретарь Соедині Штатів, оставить в России 40 мільйонів рабів і люнкенів на одну шестую территорію. Тетчер сказав, 17 мільйонів хватить цей под текст «Быдло». І вот такі англосакси делают все возможное. Оттуда растут ноги, ноги. Я жалею, що наші братья славянин, українці, 30 років їх зомбували. І сьогодні вони... Такої русофобії от ближніх своїх ми не ждали ніколи. А ми получили. І ось ця бандерівщина, ось ця мразь, яка сьогодні вийшла, це Люціфер. Люціфер. Зубові Люціфер. Це дьявол, татана, дьявол. А переводиться... Революція переводиться дуже просто. Реп Люціфера. Реп Люціфера – це сильно. Я решив дожити до... Для себе, прости, господи, за цю нескромність. Дожити до 88 без маразма, а там як Бог даст. І я знаю, що так буде. Також ставиш цю цель. Без маразма. Сосці не кормивши і утроба не рождавши – це істинне наказання. Грешнику за його багато совокупних гріхів. Жінчі не дана утроба, щоб рожати. І грудь дана, щоб кормити. Жінчі не вживала, не кормила грудью. Зачем ця грудь їй не потрібна? Лучше б ти була мальчиком. Зачем бесполезне все? Вспомни, господи, всіх цих людей, які на сьогоднішній день пока що не зачинали і не кормили. Пусть зачнут і родять, і кормять. Повгода крокуса. У мене простой вопрос. А ми отомстили? Нет. Ми ж чітко знаємо, хто заказчики. Да. Украинські нацисты этого і не скрывали. Почему вони до сих пор живі? Це больна мозоль, Владимир Владимирович, про яку ми говоримо. Почему не уничтожили все управление Україною? Ми це можемо зробити? Конечно. Можемо. Дезорганізація управління країна встала. Це дуже радикальні міри. Радикальні в чому? А не радикальні в тому, щоб накрити медно-тазом всю систему управління країна. І все на цьому зброю, по большому счету. А далі ми говоримо, ми положимо енергосистему. Положимо енергосистему. У нас получается. Ми положимо мосты, але ждемо з нетерпением. Особенно эти мосты днепровські, коли вони положатся, честно говоря. Можем? Ну можем же. Можем, ждем, коли положатся днепровські мосты. Ми ждемо, що? Коли все остануться без води, без канализации. Вся страна колом, коли встанет. Вот этого сильно ждем. Одновременно с этим, я не думаю, що на цьому світі должны остаться те, хто цю войну развязав, хто цю ненавість к нам испытывает, хто цього війська направляють на нас. Ми чого стесняємся? Зеленський хто такий? Он хто такий? Президент? Нет. 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 Он узурпатор. Он узурпатор. Чего мы стесняемся? Ермак, который этот, шмирь его, елки-палки, как называется, в какой-то администрации. Он кто такой? Давайте мы эти вопросы прорешаем. Мы же можем это сделать. Можем. И когда очередной поезд привозят какую-то тетю с визитом к Зеленску, у меня сильно злип, почему вокзал существует, честно говоря. Вообще, в принципе, что там ездить вместе с тетями? Я очень бы хотелось, чтобы это случилось. Здесь от нас все зависит. То, что сегодня войска выполняют свою задачу, я вас умоляю. То, что многое сделано с того, что мы здесь говорили, вот здесь говорили, тоже правда. Это правда на сегодняшний день. То, что командиры сегодня по-другому делали от тойсти к людям, тоже правда, чтобы не везели. То, что сегодня боеприпасов и оружия хватает, тоже правда. Сегодня никто раздет и разут и не ходит, как это было в первом начале, тоже правда. С едой проблем нет, тоже правда. То, что люди сегодня добровольно идут в военкоматы, тоже правда. И слава богу, что сейчас президент принял решение на базе Совбеза создать координирующий орган, который объединял бы органы государственной власти, Министерство обороны, разговаривали на всех остальных вопросах именно призыва добровольцев. Потому что государственная задача, это не задача Министерства обороны в одном ситуации. Но, коль мы сегодня это сделали, мы должны побеждать. И побеждать не только в лобовых, которые были, обходящих атак на поле боя, а побеждать на всю глубину построения боевого порядка противников, в том числе по пунктам управления государства, регионами, вооруженными силами и другими формированиями. Вот и тогда получишь сток. Что, значит, происходит в сфере обороны, вот все делается, ну иначе я объяснить не могу. Вот именно планомерно, чтобы Россия рухнула. И тогда кому-то все богатства достанутся, а у нас появится там 20, может быть, 22 очень независимых государств, типа там Ива, Башкортостан, Татарстан и так далее. Вот. И все идет по этому плану график. Вот это нужно учитывать. Вот кто-то на этом наживается. Сегодня вот тоже есть экспертные данные, кто и как наживается вот на этой СВО. И промелькнула цифра, я даже не помню где, что вот за два года вот этих военных действий заработали 36 миллиардов долларов. То есть появляется, да, это бизнес. Мужиков не очень богатых в зубы там по 200 тысяч в месяц выплаты и давайте, собственно говоря, воюйте. Как говорится, такой способ ведения компании, он не приближает победу, он только удерживает кровь. Вот. Причина вот сейчас создавшегося то, что и в 2014 году, когда Стрелков держал оборону Славянска, не ввели войска, и можно было все в зародыше, подавить всю эту войну, так сказать, добиться тертелой цели, но с минимальной кровью. И в том, что в 2022-м не подготовили операцию, которая могла окончиться молниеносной победой, мы имеем то, что мы имеем. У нас войска очень сильно сточет. Противник на это рассчитывает, в том числе, почему он наращивает удары по талам, он рассчитан на сочетание двух факторов, даже трех. Курск, истощение войска по Кровскому направлению, и политика, экономический, военный эффект от вот этих рейдов, его сначала беспилотиков по нашему глубинным тылам, а потом, видимо, и, если разрешат, конечно, и ракет. Я понимаю, что враг рассчитывает на то, что в общем в 2025 году вовсю развернется эффект от повышения учетной ставки Центробанка, экономика начнет валиться, понятно, что она не может выдержать достижную войну. Уже видно, кстати, Кирилл Котков на это обратил внимание, наш востоковед, что, видите, и Иран, вот эти партнеры по нашей, как говорится, геополитические партнеры, и, обратите, Индия и Китай, уже тоже в открытую говорят Российской Федерации, Москве, что надо бы перемирие заключать, им все это очень-очень невыгодно. Ну, в общем, получается, что все толкают нас вот к этому перемирию, то есть к признанию стратегической неудачи специальной военной операции. Особисто я задоволена, что в Росії фактично ледь не законом, но заборонено використовувати социальні мережі. Росіян набагато менше стало в наших ТикТоках, Инстаграмах, ну и, звісно, в Фейсбуке. Так, они все еще використовывают VPN-и и деколи можно натрапить на их видео. Но, насправді, для подготовки наших випусков нам все-таки доводится проводить ретельнейшую работу. Одним словом, от чего нас защищает цей барьер заборони? От того, как насправді они живут, что они насправді обговорюють, и что в их инстаграме в них происходит. В их глубинках, в их больших местах, в их оселях и, главное, в их головах. Как всегда, налюбленнейшее то, что мы отшукали, как инспектори. В их социальных мережах мы покажем далее. Вы знаете, когда за рулем и штурвалом кареты король, я точно могу сказать, что у него должна быть своя королева. И могу вам сказать, что это я на сегодняшний момент, екатеринбургская карета, король Сергей Звеев, все времена и народа, когда король на века, и я на стволочку. Вам не скучно с нами? Очень классно. Прима Борегина, Великая, Сия Руси. Один второй, а второй такой нет. Извините, тут отлично называется. Вот королева. Где такую найти сейчас? А что? Вы нормально смотрим все вместе? Да, вообще. У короля есть корона, а у королевы нет. Нет, у тебя Нилпа есть, у тебя есть зрительная королева, да. Она есть? Отлично. Пойдемте чайник, ребята. Чайник. Освободитель. Спрашивает Путина, а почему другие диаспоры на войну не поехали? Кто им дал бронь? Я, Яковлев Василий Борисович. Воин СВО. Нахожусь на войне. Третий год. Имею полное право обратиться к президенту Владимиру Путину со следующими вопросами. Поясните мне, каким образом азербайджанская диаспора в России уклонилась от мобилизации в 1922 году. Абсолютное большинство людей этой диаспоры имеет гражданство десятки лет. Все то же самое касается армянской диаспоры. Она тоже почти вся уклонилась от мобилизации. Абсолютно вся грузинская диаспора, киргизская и азиатская. Кто им дал бронь? Кто ответственен за то, что они не находятся на войне? И вся тяжесть войны легла на плечи русского народа и других коренных народов России. Вот на эти вопросы будьте любезны ответить. 2022 год. Да мы этот Киев возьмем за три дня. Да куда он денется? Нас же 146 миллионов. Мы же вот такие огромные, а Украина вот такая маленькая. 2024 год. Путин. А почему азербайджанцы не поехали? Почему киргизы не поехали? А где армяне? А где все? У нас есть школа, которая воспитывает умных, халантливых ребят. Построена она еще в 1967 году. В настоящее время работает с 200 лет. Потому что рассчитано на 192 ребенка. А обучается же сейчас 410 лет. Многие вынуждены есть учиться в соседней село в городе Воронеж. Что небезопасно, неудобно и накладно. Особенно учитывая нашу глобальную проблему страции, разделившую село по балансу. Уже несколько лет администрация, депутаты обещают чуть ли не завтра начать строительство новой школы. На личной встрече с руководителем села Сорокина, с депутатами, в ответах на личное обращение, нам обещали, что вот-вот, в ближайшее время, еще немножко подождать и будут проведены торги. Оформлена земля по строительству новой школы. И сама она чуть ли уже не маячит на горизонте. Однако, восс не ныне там. Хотя нет, он сдвинулся. Первоначально школа была обещана главой герийского сельского поселения в 2024 году. Потом в 2025. Конечно же, все на словах. Мы верили. Разве можно врать в таком важном вопросе? Оказывается, можно. Недавно представитель администрации Семилубского муниципального района на официальной странице ВКонтакте ответил, что строительство школ, которое было утверждено сно губернатором Александром Гусевым в Семилубском районе, идет с интенсивными темпами. В 2021 году была построена школа в поселке Стрелец. Через три года, в 2024 году, совершилось строительство школы в селе Семилуки. После согласования проекта начнется строительство в городе Семилуки. Идет процедура изъятия недостающего земельного участка для начальной школы. Также подбирается земельный участок под строительство школы в городе Семилуки на тысячи мест. Далее планируется строительство школ в селе Семилуки с Девицей и в селе Латвия. Ответ исключают любые надежды. Особенно, когда комментарии с криком о помощи администрация называет флешмобом. В России заработал реестр электронных повесток. Человек в повестку могут прислать через госуслуги. И через семь дней будет считаться, что человек эту повестку получил. И не важно, заходили вы в этот момент на госуслуги, не заходили. Даже не важно, есть у вас госуслуги или нет. Если вы через 20 дней не появляетесь в военкомате, на вас накладываются ограничения. Вы не сможете управлять транспортом. Вы не сможете регистрировать автотранспорт и недвижимость. Вам не дадут кредиты и займы, и вы не сможете регистрировать индивидуальное предпринимательство и самозанятость. Что будет дальше, я не знаю, честно говоря. Но я думаю, что дальше, наверное, начнется отлов этих людей, которые скрываются. То есть либо через ДПСников будут ловить, либо какие-то полицейские будут ходить по домам, либо представители военкоматов отлавливать, скручивать и приводить в военкомат. Я думаю, будет повтор, как на Украине. Это мое глубокое убеждение, что цель СВО – это не защита границ и не защита интересов России. А я думаю, и это подтверждают, в общем-то, и прошедшие два года, которые продолжаются СВО, что это просто уничтожение мужской части населения. Только для того, чтобы, во-первых, освободить южные области России. Это первое. А второе – когда начнется, так скажем, час икс, и им надо будет, а у них планы такие, уничтожить население России. Они хотят зачистить территорию России от коренного населения. Всех. И мужчин, и женщин, и стариков. Всех. И детей. И мужчины им могут помешать, потому что это сила, они могут оказать сопротивление. И вот если они уберут мужскую часть населения, то оказывать сопротивление будет некому просто. Останутся бабы, дети и старики. И поэтому я еще раз говорю, что, ребят, давайте не будем ждать, когда эти планы реализуются. Потому что мы с вами, власть, они всегда смотрят на наше мнение, они делают вбросы в газетах, роликах, какие-то ток-шоу проводят, депутаты высказываются. Они свои планы заранее оглашают и смотрят на реакцию народа. Зачем они это делают? Да потому что они знают, что мы с вами власть. Они ждут нашего мнения. И вот если народ начинает протестовать, тогда они сразу говорят, ой-ой-ой, этот закон не в наших интересах, этот закон не политически выгодное решение, как высказался Медведев когда-то в 2015 году. И откладывают принятие этого закона. А значит, мы с вами можем отправить эту систему в отставку полностью, всю. Родная, короче, мотали в город, взяли эту самую, эту рыбочку. Взяли, короче, такие тапочки, красивые. Это мне вот взяли и булочки взяли. Сейчас я покажу. Вот это. Прикольные. И на самом конец, единственное, что мне остается, друзья, вам нагадать, это то, чтобы вы в эйфуре и гарном настроении не забыли после всех этих пекельных горожан, конечно, лишите нам подобайку. Только таким образом мы сможем расповсюдить весь зібраний контент. Ну и, конечно, подписывайтесь. Обовязково подписывайтесь на YouTube-канал Курбанова Лайф. Кажут, что нашим подписчикам особливо щастить. Бережьте себя, бережьте Украину. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok